Сегодня президент Беларуси назначил нового вице-премьера. Этот пост в правительстве займет Владимир Дворник. До этого дня он был председателем Гомельского облсполкома. Впрочем, и на высоком посту за управленцем останется и кураторство над Гомельщиной. В первую очередь в кадровых вопросах. На это обратил внимание президент. В целом Александр Лукашенко характеризовал Владимира Дворника как опытного и прошедшего хорошую школу у руководителя. Какие основные задачи стоят перед новым вице-премьером и интересные факты его биографии в репортаже Ольги Макей. Почти вся эта неделя в рабочем графике главы государства проходит под знаком развития регионов и укрепления важной для страны отрасли сельского хозяйства. В Могилевской области новый губернатор и помощник президента назначен министр сельского хозяйства. А сегодня решено, кто будет курировать АПК в правительстве. Пост вице-премьера занимает Владимир Дворник. Он был на губернаторском посту дольше всех своих нынешних коллег. Эту должность занимал с 2010 года и вся карьера связана именно с Гомельской областью. Учился только в Витебске, в ветеринарном институте. Работал трактористом в родном Речицком районе, главным ветврачом колхоза «Восход», зампредом хозяйства «Дружба». Руководил совхозом комбинатом «Заря». В 2009-м стал руля Мозорского райсполкома, откуда буквально год спустя и поднялся в губернаторский кабинет. Генерал-майор запаса и заслуженный работник сельского хозяйства. Владимир Дворник руководил областью почти 8,5 лет. Пришло время двигаться дальше. Я придерживаюсь той мысли, что Владимир Дворник достаточно опытный человек, прошел хорошую школу, не только областного уровня, что очень важно для любого, кто идет работать в правительство, тем более одним из руководителей правительства. Но вы и прошли хорошую школу сельского хозяйства. Как я вчера вам сказал, и шишки набивали там, и падали, и поднимались. Все у вас было, а это неоценимый опыт, который пригодится на работе вице-премьером правительства. Поэтому я еще раз подтверждаю свое намерение назначить вас вице-премьером нашего правительства, который будет курировать сельское хозяйство, природные ресурсы, охрану окружающей среды, лес тоже у вас. То есть то, с чем вы постоянно сталкивались в своей работе. Вся карьера экс-губернатора так или иначе связана с работой на земле, развитием региона. Кстати, Гомельская область по площади самая большая в стране. Территория примерно как у Нидерландов. При этом в регионе больше 200 промышленных предприятий. В общем, от управленцев на местах действительно многое зависит. Это пятая часть всей страны и населения почти полтора миллиона человек. И, конечно, непростые земли, пострадавшие от Чернобыля, но которые сумели возродить. Вы знаете, мое отношение к гомельчанам и Гомельской области, оно всегда было не просто уважительное. Я с большой любовью отношусь к гомельским людям, потому что в свое время и пострадали они прилично. И выкарабкались мы вместе из этой беды. И Гомельская область уже не та, что была, хотя не без проблем, это естественно. Я думаю, что мы найдем достойную замену вместе с вами на должность губернатора Гомельской области. Я вас спросил вчера в разговоре по телефону, чтобы вы пригласили к себе своего первого заместителя по работе в Гомеле и помощника президента, и чтобы они вдвоем запрягались и работали в Гомельской области, пока не будет официально решен вопрос по губернатору. Я полагаю, что вы с ними встретились, переговорили, ну и вы же не на луне будете. Я позавчера вам сказал на совещании, что даже при назначении вице-премьера, хоть вы будете ответственны, может быть, в другой какой-то области, все равно Гомельщина до конца года за вами остается в кадровом отношении, чтобы вы могли помочь войти в курс дела. Войти в курс дела новому губернатору, новым людям, которые придут вам на смену, чтобы они имели возможность задать вопросы, проконсультироваться у вас по тем или иным вопросам, ну и двигаться вперед. Вот я ничего не скрываю и приглашаю вас в правительство как хорошего специалиста, который разбирается в тех проблемах, которые вам придется решать. Теперь уже в правительстве Владимиру Дворнику предстоит активно включаться в работу по выполнению поручений президента, в том числе и прозвучавших на неделе во время совещания по развитию регионов. Главное это порядок и дисциплина, а на земле соблюдение всех технологий. Сейчас для аграриев как раз напряженная пора посевной кампании. Ольга Маке, Николай Рузавин и Илья Максимов, агентство теленовостей.